Точка возможностей. В декаду инвалидов в Ульяновской области провели ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оказание содействия инвалидам в реализации их профессиональных возможностей является одним из направлений деятельности службы занятости населения региона. И подход к трудоустройству этой категории граждан становится все более адресным и индивидуализированным. Игорь с коллегами по цеху расписывает новогодним орнаментом глиняную декоративную посуду. Работа кропотливая, требующая внимания и точности движений. Делаю эту заготовку из глины. Крашу Деда Мороза раскрашиваю. Рядом с художественной мастерской цветоводы пересаживают фиалки. Их тоже подарят, и они создадут праздничное настроение. А это уже бригада чистюль. Ловко орудуя губками и тряпками девушки приводят в порядок помещение. Занимаюсь клинингом, убираю полы, пыль вытираю. Дом трудолюбия уже пять лет действует в Центре реабилитации активного долголетия подсунок. Здесь инвалиды с ментальными особенностями получают временную работу, причем оплачиваемую. Самый любимый профессиональный модуль у молодых людей – это овощеводство и цветоводство. Ребята заняты на выращивании рассады в течение периода весеннего, а летом они работают уже в теплицах, ухаживают за клумбами и газонами на территории учреждения. В этом году в Подсолнухе на общественных работах было занято 44 человека. Партнером проекта выступает Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. В службе занятости к людям с ограниченными возможностями особый подход. То, что мы решим основную задачу трудоустройства, это не значит, что мы забываем об этом гражданине. Мы будем его сопровождать и в дальнейшем, особенно в первоначальный период адаптации на рабочих местах. Может быть, необходимо выстроить его траекторию на рабочих местах, изменить условия работы, оборудование. Есть категория инвалидов, которым нужно составить и маршрут от дома до места работы. Все это делают карьерные консультанты, службы занятости. Ежегодно в областной кадровый центр обращается более 500 инвалидов, из которых порядка 50% находят работу. В настоящее время на единой цифровой платформе работы в России размещено 688 вакансий для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. Есть места для граждан с ограниченными возможностями и на ульяновских предприятиях. Например, завод «Аэрокомпозит» готов предоставить для всех сотрудников социальный пакет и дополнительное медицинское страхование. Среди вакантных должностей можно выделить должность инженера-технолога, кладовщика и рабочие профессии. Оплата труда достойная, то есть необходима соответствующая квалификация. Оплата труда обсуждается индивидуально при собеседовании с каждым кандидатом. Каким образом предстать перед работодателем в выгодном свете, сейчас тоже учат в кадровых центрах. Здесь стали проводить занятия клубов «Буду работать». Карьерные консультанты помогают, например, составить резюме. Стаж работает. С чего начинаем? С последнего места. Умница. Все верно. С последнего места. Да, свежее. На последнем месте работаем. На первом месте. Кстати, анализ запросов от работодателей показывает, что им в первую очередь важно увидеть отношение соискателя к делу. Демонстрирует человек ответственный подход к выполнению задания. Его обучат. Ведь даже в подсолнухе, чтобы получилась качественная тарелка, мастеру нужно сначала преодолеть себя. Дмитрий Емельянов, Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск.